Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, в этой программе мы соблюдаем не только законы гравитации, но и все остальные. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наш замечательный гость. Мы сегодня приветствуем главного редактора журнала Новый Мир, Андрея Витальевича Василевского у нас в гостях. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. И мы хотели бы поговорить с вами о литературе, конечно же, о тех форматах новых, которые существуют сейчас среди читателей. Поговорим мы о электронных книгах и о том, какие авторы сейчас набирают обороты. И сразу хочу обратиться к нашей аудитории. Можно задавать вопросы нашему гостю 909-928-189, ватсап, вайбер, смс и группу ВКонтакте Страна.ФМ. Вопрос у нас о молодых авторах. Много ли их сейчас? Потому что, ну, кто как не вы, знаете, да, этот вопрос и качество материала. Какая штука, авторов вообще очень много. То есть я тогда сразу для затравки нашей беседы, да, произнесу основной тезис. Мы живем в эпоху культурного перепроизводства. Этого не было никогда. Никогда. Это новое, это абсолютно новое для цивилизации, как бы нашей современной ситуации. Когда вот, ну, назовем это цинично-культурный продукт любого рода, да, вот абсолютно, да, он просто вот производится в каких-то огромных масштабах, причем с ускорением. Там звук, тексты, там, видео, там, ну, все, что вот можно. То есть это огромный-огромный вал, да, такой нарастающий. При этом, как бы, вот в цифровом мире ничего не исчезает, да. Все остается. Плюс оцифровывается то, что возникло в доцифровую эпоху, да. Плюс границы проницаемы, это все, особенно музыка, допустим, да, там она, как бы, для нее границ вообще не существует. То есть всего очень-очень много и будет еще больше. Чем это все закончится, я не знаю. Так вот, людей, пишущих на русском языке какую-то художественную литературу, стихи, рассказы, повести, пьесы, там, я не знаю, что, в общем, что-то такое. Невероятно много, да, то есть какой порядок цифр, да. Ну, давайте возьмем, извините, стихи.ру, да, сайт известный, и умножим, ну, на два хотя бы. То есть предполагая, что на каждого, кто там зарегистрировался, есть еще пишущие стихи, но там нет, хотя на самом деле надо больше умножать, да. Ну вот уже там, не знаю, сколько у них там, 700 тысяч или 800, вот уже сама ситуация. Думаю, я сказал, 700, 800 тысяч, 100 тысяч туда, 100 тысяч. Это вот говорит о масштабе, как бы, цифр, да. Значит, там, ну, полтора миллиона, как минимум, ну, два миллиона пишут там, может быть, стихи, да. Ну, прозу там поменьше, потому что проза требует все-таки, даже такая дилетантская, она требует очень много времени, терпения все-таки, да. Даже если ничего не получится в результате, но она все-таки требует усилий каких-то. Вот, то есть всего очень-очень много. Поэтому, когда молодой человек, допустим, вот сел там и говорит, о, я там это самое, я рассказ написал. Там, молодец, твой номер, там, допустим, там, понятно, да, там 500 тысяч, там, не знаю, номер такой. Ой, а я стишок сочинил, молодец, твой номер 2 миллиона, там, там, 70. Но, на самом деле, мы смеемся, но это действительно так, да. То есть, понятно, что статистически тогда получается, что большая часть того, что множество людей, вот, по России, там, и за пределами России, пишут на русском языке, надеясь, ну, каждый надеется, да, на что-то, что его прочтут, оценят, полюбят. Вот, обратная связь какая-то нужна. Это никому не нужно. Это будет просто невостребовано. Потому что все вместе это не может быть востребовано. Это вот так много. И вот как молодому человеку, значит, вот... Достучаться до сердец. Да. То есть для начала ему нужно, чтобы его там имя, вот, каким-то образом сказать, вот я есть такой-то там Петр Иванов. Заявите себе. То есть, ну, существуют какие-то механизмы для этого, да. Например, проводится уже там с начала вот нулевых годов такой форум молодых писателей ежегодно. Россия, СНГ, там идет отбор какой-то, там вот, значит, там собираются на неделю, значит, молодые писатели. Существует там, не знаю, литературный институт имени Горького, государственный вуз, где я в том числе преподаю. Существует всевозможные школы писательского уже мастерства. То есть это нужно для того, чтобы человек о себе заявил. Вот. И премии. Премий очень много. И это хорошо, что их много, да. Потому что премия делает что? Вот у нас много-много-много там текстов писателей. Она нам сокращает список. Ну, конечно. Ну, то есть вот представьте себе... Список авторов. Вот смотрите, представьте себе, что перед вами 10 книжек. Так, представили. 10 книжек вы можете сами прочитать. Все 10 и сами вынести без посредников, без чьей-то помощи. Своё суждение скажет, там вот эти три вот это... Это мне нравится, это не нравится, например, субъективно. Теперь представьте, что их 50, потом 100, что их 1000. То есть, я думаю, уже там, где 100, вы уже 100 не будете читать. Вы должны выбрать из этих 100, что вот там 10 условно, которые... Но по какому... Как вы их выберете? По какому критерию? Если вы знаете фамилию этого автора, ну, это понятно, что вот вы уже там что-то читали. Уже какая-то репутация. А если представьте, что это 100 книжек с фамилиями, которые вам ничего ещё не говорят. То есть, вот, значит, вам нужен какой-то посредник. Нужен кто-то, кто каким-то образом сузит для вас. Кому ты доверяешь. Да даже, понимаете, какая штука. Доверяешь — это хорошо. Ну, то есть, мнению какого-то специалиста. Это идеальный вариант, когда доверяешь. Но даже если не доверяешь, всё равно. Потому что вот с таким количеством книг, допустим, вам нечего делать. Просто, ну... Но определённый фильтр нужен, конечно. Да, то есть, нужно, чтобы любым способом для вас сузили... Ну, это, понимаете, как вот с музыкой, да? Вот когда непрерывно печатаются там, особенно в конце года, там, 50 альбомов года, там, я не знаю, там, 10 альбомов квартала, там, не знаю, или фильмы то же самое. Да, да, да. На самом деле, абсолютно неважно, по какому принципу составляются эти 50 альбомов года. Важно, что они... Есть список из 50 альбомов, в котором хоть как-то можно ориентироваться. А так их 500. Да не 500, их там вообще море, да. Если в сеть мы входим, то это вообще там непонятно даже, какое количество. Это просто океан, это море музыки. Сейчас, Андрей Татьевич, еще появляется такая новая форма, когда люди читают книги электронные, порой они даже слушают книги, и вот, в частности, совсем скоро, или вы уже стали членом жюри, и вы будете оценивать как раз вот эту новую форму, да? Вот электронная буква премия, которая появилась, она впервые в этом году будет присуждаться лучше. Совместно с Литрес. Да. И вот мне интересно просто ваше отношение, человек, который настолько опытен в этом, и уже привык к литературе, ну, стандартной в хорошем смысле слова, и сейчас вам придется выбрать лучшего, слушая, например, книгу, например, или читая ее в новом для вас формате. Вот что вы скажете? Значит, во-первых, о премии электронная буква, да, я участвую в работе разных конкурсов премий, так сказать, вот теперь, значит, условно новая премия, потому что у Литреса уже была премия под таким названием, но она функционировала по другим принципам. А теперь она стала, ну, как бы, настоящей вот литературной премией, да? Подросла. Электронная буква. Ну, меня пригласили в жюри не оценивать вот именно аудиозаписи, да? Вот, но я слушаю время от времени аудиозаписи, я не вижу, на самом деле, здесь большой проблемы. Это просто другой способ существования в сущности того же самого текста, да? Вот, понимаете, какая штука? Вот, я отвык почти читать на бумаге. Отвык? У вас электронные же книжки, да? Ну, то есть, вот, не знаю, вот я утром встаю, да, я читаю газеты. Ну, что, я к бумаге уже годами не прикасаюсь. Я открываю закладочки, там, не знаю, такая газета, такая газета, такое информационное агентство, там, журнал такой-то, да, все. И по вашим жестам мы поняли, что это планшетник. Ну, там, или, не знаю, или компьютер. Или там у меня, там, или телефон, или это там у меня, там, электронная книжка, да, куда тоже там что-то закачаны какие-то тексты. То есть, общение с текстом давным-давно для меня превратилось в общение с... С экраном. С экраном, да, а не с бумагой. И если мне случайно в руки попадает бумажная газета, то у меня такое ощущение страны, какая она неудобная, как ей пользоваться, что... Да даже если... Ну, такая-то само собой, то есть это вообще непонятно уже что. Вот, а ведь когда-то все это было естественным. Я читал эти, там, газеты. На разных полосах. Все, все изменилось, образ жизни изменился, все мои привычки абсолютно уже перестроились, да. Ну, и аудиокниги тоже, да. Я не скажу, что я много их количественно слушаю, но я люблю, как бы, слушать какую-то классику русскую, да. А кто-то, кстати, знакомая, но когда ее на слух воспринимаешь, да, вот, то не глаз скользит, как бы, по странице, а каждое слово, чтец, он же произносит его членораздельно, не спеша, да. С отношением каким-то. Да, и поэтому по тексту движешься очень медленно, вдумчиво. Кто у вас из классиков любимцы, можете назвать? Ну, Толстой, допустим, да, вот. Который лев. Да, который лев. Сделаем паузу, друзья, после которой мы вернемся, будьте по прелести. А теперь время для любви к высокому, друзья. Мы продолжаем говорить о литературе, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский в гостях у «Страны.ФМ». Мы остановились на том, что у нас в стране проходит сейчас литературный конкурс, премия «Электронная буква». Это первая в России премия в области электронных и аудиокниг. И вот как раз вы представляете поэзию, да, в номинации поэзии вы будете ее журить. В продолжение, значит, разговора. Дело в том, что эта премия, вот вернее не так, у Литреса есть как бы такой подпроект. Литрес сам издат, вот ключевое слово, сам издат. Это вообще на самом деле относительно новое историческое явление. То есть мы помним там, когда появилась просто сеть, интернет, да, оказалось, что можно свой текст просто вот выложить, да, и вот. Но книга, да, как в каком-то виде, все-таки она как бы так просто вот не станешь автором книги, да, от этого. Сегодня любой человек может стать автором реальной книжки. Известным, ну какую-то известность получить? Ну это уж как дело пойдет, как карта ляжет. Да, дело в том, что, причем электронные, ну это совсем, так сказать, проще, да, но в принципе и бумажные, да, существует, кроме, есть вот Литрес сам издат, но этим занимаются целый ряд как бы проектов, да, где можно, ну при минимальных расходах или вообще практически без расходов, будут сделать электронную книжку или даже бумажную книжку, которая потом будет продаваться, то, что называется print-o-demand, то есть печать по требованию цифровая, где нашелся покупатель, отпечатали один экземпляр. Да, еще себе здорово. Вот, да, значит, но к чему как бы это, как бы какому выводу нас подталкивает эта ситуация? Что быть сегодня автором книги не значит ничего. то есть само по себе, да, то есть была как бы предшествующая эпоха, еще лет 30 назад, да, допустим, там 40, когда у человека есть книга, да, вот он, допустим... То есть вы имеете какой-то престиж? Это что-то значило, человек говорит, о, вот это, значит, у него вышла книга. Евтушенко говорит, вот вышла книга. Да, что там Евтушенко, да, даже абсолютно нам неизвестный человек, но если у него есть как бы бумажная книга, это что-то значит. Его издали, да, вот... Какой-то вес в обществе. Да, во-первых, то есть это не он сам, так сказать, пришел, и вот я такой, да. Определенное время признания. Какие-то люди, да, значит, его вот выбрали, издали книжку, да, вот. Может, она удачная, может, она неудачная, да, вот. А если любой пишущий может сделать себе книгу, то это значит, что сам факт, а я автор книги, ну и что? А я автор пяти книг, ну и что, да? А у меня десять книг, да ради бога. То есть это уже нет проблем, да, каких хочешь, электронных, бумажных, там, десять книг, двадцать книг. Это что-то значит? Это ничего не значит само по себе, да? Вот, и, в общем, конечно, вопрос об ориентировании. То есть, скажем так, когда информации слишком много, она превращается в шум, который мешает ориентироваться в этой информации. Не найти нужную уже, конечно. Да, да, то есть мы вынуждены либо что-то идти по старым следам, ориентируясь на то, что мы уже знаем откуда-то, да, то, что мы вчера знали, имена какие-то там, да? Вот, или мы должны прислушиваться к чьим-то рекомендациям, да? Потому что методом тыка, вот он не работает уже, да? То есть всего так много, и большая часть, в общем, не заслуживает внимания. То есть если вы будете действовать методом тыка случайного, да? То, скорее всего, вы ткнёте в то, чего внимания вашего не стоит, да? Ведь на самом деле мы всегда платим. Даже когда мы не платим деньги. Временем, да? Конечно. И силами. Временем нашей единственной жизни. Неусполнимым временем, да? В которой мы могли бы заниматься чем-то другим. Да, вот не читать книжку, а чем-нибудь ещё там делать. Или почитать другую. Хорошую, достойную. Ну вот, то есть мы всё равно платим временем, в течение которого мы уже не можем делать что-то другое, а мы читаем книжку, да? Вот. И поэтому любой пишущий человек, мне кажется, сегодня, он должен себя спросить. Это кому-то нужно? А почему я вообще могу претендовать на часть чужой жизни, да? Имею ли я право? Именно я. То есть именно я, да? Ведь всего полно. Читай, не перечитай, да? Вот вообще. Ну, нужен какой-то авторитет, чтобы этому человеку подсказал? Ведь самому себе трудно, наверное, себя оценить адекватно. Понимаете, какая штука? Тут мы вступаем в сферу оценок, да, в культуре. Ну да. А как она? Не бывает в культуре объективных оценок. Это не спорт, да? Вот сейчас идёт чемпионат, значит, по футболу, да? Вот, мы всегда в конце, когда закончился матч, мы говорим, там, два-три пользу такой-то команды. Это объективно. Это зафиксировано навсегда. И никто никогда не докажет, что на самом деле этот матч закончился, там, 5-1 в пользу другой команды. Это фиксируется. Это фиксируется. В культуре ничего этого невозможно. Нет ни измерительных приборов, ни линейки, чтобы вот измерить. Ну, как же есть в культуре, друзья, мы об этом скоро поговорим. Будьте в компании «Страна.ФМ». Не переключайтесь. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, Андрей Василевский по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорим про литературу и, собственно, как понять, где хорошая книга, где не очень, где этот вот ценз, как вообще вкус. Тут вот слово, которое мы все время как бы… Про вкус в литературе поговорим. Да, вкус, вкус. Мы все время говорим вкус, безвкусица, человек со вкусом. А откуда он вообще берет? Что такое вкус? Да, что такое вкус? Что такое вкус? Ну, в самом общем смысле можно сказать, что любой вкус, он вырабатывается на основе прошлого опыта. То есть в искусстве… Что увидел, посмотрел, прочитал. То есть это вкус, сформированный на основе прошлой культуры. Культуры прошлого, вчерашнего дня, позавчерашнего. А как сформировать новые? Поэтому, как правило, что-то действительно новое в искусстве вызывает ощущение безвкусицы. Поначалу. Поначалу. Сейчас многие, кстати, окрылились авторы. Вот. То есть если ваш вкус сформирован на культуре прошлого, то, естественно, что-то перпендикулярное по отношению к этому, у вас реакция – это безвкусно, это безвкусица. До тех пор, пока это не канонизируется. И это что-то войдет в состав хорошего вкуса. Сколько должно пройти времени от Андрея Витальевича? Ну, не знаю. Нет, ну, понимаете, в чем дело. Вот Маяковского возьмем. Давайте на 100 лет. Маяковский, да, появляется? Да. То есть Маяковский на фоне того, что было в русской поэзии до него, это дикая безвкусица. Это такая невероятная алиповатость. Ну, новаторство все-таки это было. Вот, вот. Потом проходит какое-то время, и он становится канонизирован. Да, а вместе с этой канонизацией канонизируется масса его приемов каких-то там. И все-все-все, да, и уже как бы... Вам, кстати, как Маяковский или вот Есенин ближе, что не тот, не другой? Не тот, не другой. Хотя я в юности, надо сказать, очень много читал Маяковского и вдумчиво. Но как бы не столько из любви, сколько из интереса. Да, мне было вот... Ну, и школьная программа еще, собственно, у нас была заточена. Да, ну, понятно, да, и программа тоже, да. Вот в этом смысле блок мне как-то больше был по душе, да. Но Маяковский, он интересный, да. Мне было интересно, как это устроено вообще. Вот что это такое Маяковский, да. Безусловно, да, он был особенный был. Мне еще вот что любопытно. Мы опять вернемся к премии «Электронная буква». Вы непосредственно, я уже повторюсь, для наших слушателей, кто присоединился и зрителей, поэзия – это ваша категория. То есть вы будете... Вы уже начали отсмотр? Или как это происходит? Нет, значит, дело в том, что премия «Электронная буква» в нынешнем виде, она устроена, как очень многие литературные премии, а именно там есть два этапа, на которых работают разные люди, да. То есть если у вас предполагается, что первоначальное количество текстов будет огромно... Например, там миллион. Ну, не миллион, там, но неважно. Никто членам жюри не будет предлагать с этим работать, да. То есть есть команда, так сказать, профессиональных читателей, ридеров, там, писателей, редакторов, вот. Это по-разному называется в разных премиях, там, эксперты, советы экспертов. И они производят вот эту первичную, как бы, разборку, да, откладывая то, что вообще внимания не стоит, да, и оставляя то, что вообще, как бы, вот заслуживает потраченного времени, да. Поэтому вот в «Электронной букве», так же, как и в «Очень статусной премии», например, «Большая книга», собственно, основная наша такая литературная премия, самая такая, вот, по прозе, «Большая книга». Крупная проза. Там тоже, да, там тоже работает совет экспертов, а членам жюри предлагается уже выбранный короткий список, и в «Электронной букве» именно так это все устроено, да. Вот, поэтому я еще не приступал к чтению, да, но количество текстов, собственно, поэтому я, как бы, и согласился, то есть я работаю в этой премии, потому что то количество текстов, которые мне надо прочесть, оно разумно. Вменяемо, да? Да, оно разумно, да. Вот, поэтому это вот... Ну, понятно, пока вы еще не ознакомились, спрашивать рано, ясно. Когда человек становится победителем этой премии, что он получает? Он получает, ну, я думаю, что на тем, кого это действительно вот интересует, поскольку я думаю, что «Электронная буква» будет все развиваться и каждый год, да, продолжаться, просто зайти на сайт ЛитРЭС, там, или найти, где страница премии, и все внимательно прочитать. Там есть пряники самые разнообразные, да, но вот в контексте того, о чем мы говорили, что всего очень много, да, и ориентироваться невозможно, ЛитРЭС обещает вкладываться в рекламу, в продвижение имен, имен и текстов, вот, финалистов, да, так сказать, победителей, финалистов, вот. А какие-то серьезные возможности у ЛитРЭСа в этом смысле есть. Есть ли шанс у победителя быть напечатанным в новом мире, например? Вот здесь как? У меня нет такой цели, да, у меня нет такой специальной цели. Но вдруг так понравится, Андрей Витальевич? Ну, эту жизнь покажет, эту жизнь покажет. У меня нет такой цели, потому что, вы знаете, иногда по инерции задают вопрос, а где вы ищете новых писателей? Их не надо искать. Они сами найдут. От них надо скрываться. Да, да, то есть они, они вообще бродят вот стадами, толпами, да, то есть вот... И ждут своего часа. То есть писатель, это сегодня, это не зверек, который забился в норку, его надо, значит, оттуда выковыривать, охотиться на него найти, там. Вот вы говорите, они ходят стада такие, да, вот. У нас сейчас небольшой музыкальный перерыв, и мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Дамы и господа, Андрей Васильевский по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорим о литературе, мы говорим о разном, мы говорим о искусстве. Хочется у вас попросить совета, так или иначе. У нас сейчас подрастает молодое поколение, которые растут уже совсем в другом мире, вот о чем мы с вами говорили, другие скорости и так далее. Как ребенку, да и родителям, собственно, сейчас нынешнее время, во-первых, находить время на чтение, как таковое, и выбирать вот эту правильную книгу, и читать ее, находить время, и читать все-таки, а не перебиваться просмотром сериалов, даже неплохих фильмов и так далее. На ваш взгляд, конечно же. Понимаете, в чем дело? Если родители не читают, то есть, вернее, если ребенок не видит читающего родителя, то заставить его читать невозможно. Невозможно, да. Лента в Фейсбуке не считается. Он будет это воспринимать, что сам ты не читаешь, а меня, значит, мучаешь. То есть единственный способ привлечь к чтению, и чтобы он с детства видел, что родители, среди прочего, что они делают, они еще и читают регулярно. Это входит как бы просто в естественный образ жизни. И тогда и чтение будет для него чем-то, возможно, будет чем-то действительно необходимым, само собой разумеющимся. По поводу скоростей, ведь мы начали разговор с количества, да, вот общего, так сказать, культурного перепроизводства. Но еще другая проблема, что из-за того, во-первых, что все много, а во-вторых, живем мы быстро, любой текст, любая книга новая живет очень недолго. Даже та, которая, вроде бы она попала как бы вот в сферу общественного внимания, но срок ее жизни очень-очень недолго. Да, то есть там, вы обратили внимание, что, например, в книжных магазинах, даже в хороших, больших книжных магазинах, вы видите книжки вот текущего года, в лучшем случае какие-то там книжки про... И все. И все, да? Ну и классика, может быть. Да, год прошел, все не распродано, все сметается. Новые книги, новые книги. Также и премии тоже, как бы сезоны премии. Как в популярной музыке стало. И в результате получается, что, допустим, роман толстый, на который потрачено было год, два, там, жизни, три жизни, там, допустим, годы жизни писателя, он живет чуть ли не как ежедневная газета. Вот он раз, новая книга. Был такой бум, всплеск, и все. Потом вдруг раз, все, и уже как будто ее не было. А это, в общем, ненормально. То есть вот литература художественная, она не может жить в ритме там фейсбучной ленты, ежедневной газеты, которая действительно там устаревает на следующий день. Вот. Вот что с этим делать, непонятно. Может быть, короткие рассказы? Только на короткие переходить, если кто-то может. У Зощенко же тоже не писал там какие-то очень длинные, но видите, как для своего времени был очень актуален. Как вы считаете? Может быть, да. Понимаете, в таких вещах универсальных никаких рецептов быть не может, но надо сказать, что вот кратким рассказом, если говорить, что действительно вот социальные сети, тот же Фейсбук, они поощряют к написанию, это и Драгунский делает, это некоторые другие авторы, которые вот серьезно с Фейсбуком там вот, или какими-то другими сетями работают, коротких, сверхкоротких текстов, очень коротеньких, которые можно разместить просто вот внутри какого-то поста, а потом они собираются, 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 да. Вот. Книжка и потом выходит. Настоящий, бумажный такой, да, не только электронный. Опять же аналогия с музыкой. Понимаете, когда артист не выпускает альбом, он выпускает по песенке, а потом у него набирается альбом. Мы пожелаем все-таки писателям, если чувствуете в себе огонь творчества, не забрасывать. На следующий год опять же будет премия. Вот если нас слышат люди, которые пишут стихи и прозу, да, и которые вот интересуются премией электронная буква, да, то, ну, в этом году уже как бы процесс запущен, да, он уже к осени, к концу года, он уже к финалу как бы движется, да, но на следующий год, наверное, вам надо... Зайдите на сайт Литреса, посмотрите, как устроена премия, что нужно сделать, чтобы в этом конкурсе участвовать, да. А если они еще не только пишут, но и могут начитать, то там еще Литрес Чтец есть. Да, да, пожалуйста. Аудиокниги конкурс там есть, да. Так что, ну, это уже будет следующий сезон, да. Ой, спасибо большое. Скажите нам, когда будет новый мир полностью электронным, или еще пока бумажный будет? Ну, понимаете, все литературные журналы существуют давным-давно в двух реальностях. А ваш с 25-го года, да. Вот, да. Но сейчас, конечно, есть бумажный журнал, и, конечно, есть его электронное отображение, да, потому что сегодня периодическое издание без интернета, его все равно что... Как будто нет. То есть если оно только на бумаге, его нету вообще. Его не существует. Да, оно обязательно должно вот... Быть в двух формах. Быть и таким, и таким. Что же касается полного ухода в электронную, ну, я все-таки надеюсь, что этого не произойдет. Спасибо. Классика ролика. Спасибо вам огромное. Спасибо. Главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Витальевич Василевский был у нас в гостях. Мы желаем вам удачи и хорошей литературы. Я даже не знаю, нужно ее больше и больше. И так много. Чудесного лета, больше отдыха и красивых фотографий. Спасибо вам огромное.